на канале island который вы смотрите прямо сейчас начинается программа эксперты наши гости профессионалы своей сфере опытные интересные люди которые приходят к нам сюда с одной целью помочь сориентироваться в этом сложном мире и сегодня у нас в студии сразу два эксперта которых я хочу вам представить они занимаются вопросами ухода за кожей и это косметолог координатор и методист учебного центра компании мейджи рей ирина генделиан здравствуйте и косметолог и автор семинаров по правильному уходу за кожей марина рубинчик добрый день здравствуйте тема нашего сегодняшнего разговора использование в уходе за кожей таких натуральных и доступных любому человеку средств как растительные масла и у меня соответственно уважаемые собеседницы первый вопрос как у потребителя как у человека тоже пользуется маслами существует мнение что все эти дорогостоящие кремы которые нам навязывает реклама магазины какие-то агенты совершенно лишние даже вредные вещи и что самый правильный уход за собой это различные натуральные продукты например растительные масла оливковое кокосовое поэтому я хочу спросить о вашей точке зрения что вы думаете по этому поводу насколько вы согласны с тем что я утверждаю знаете я категорически не согласна с этой точкой зрения и я сейчас объясню почему если мы возьмем например кокосовое масло про него в интернете ну столько информации что это просто чудо какое-то и кожу увлажнит и морщинки подтянет и сделает вас просто моложе на 15 лет но если мы с вами разберемся что же будет происходить с нашей кожей если наносить на свое лицо кокосовое масло каждый день произойдет то что наши клетки верхнего слоя просто слипнуться и мы на своем лице будем носить вот такой слой ороговевших клеток к тому же они еще будут промаслены в результате кожа перестает дышать мы получаем такой серый землистый цвет лица далее при длительном применении наша кожа начинает сохнуть сохнуть может появиться краснота повысится чувствительность мелкие морщинки даже если кожа склонна к жирности то вы обязательно получите прыщики на своем лице или какую-то подкожную сыпь звучит не очень здорово что вы скажете я абсолютно согласна с мариной да дело то что кожа имеет определенную структуру на поверхности то что мы видим вот это вот гладкая красивая это называется эпидермис и структура его такова некоторое количество мертвых плоских роговых клеток которые в норме с определенной частотой отшелушиваются которые плавают в смеси липидов то есть жиров и белков и это называется липидным барьером кожи для чего нужен этот барьер как любой барьер он нас от чего-то предохраняет и понятно в общем от чего от различных вредных химических веществ от различных вредных микроорганизмов и если мы используем в разумных количествах какие-то жиры да те же липиды в составе правильно составленных косметических средств то мы получаем пользу мы питаем этот липидный слой кожа становится здоровой красивой гладкой если же мы начинаем больших количествах наносить чистые растительные масла на кожу то они начинают встраиваться в этот липидный слой менять постепенно его состав его свойства и мы вместо улучшения состояния кожи можем получить ухудшение то есть будет влага нарушен будет барьер влага из кожи будет испаряться будут проникать вредные микроорганизмы это то про что сказала марина сухость морщинки и возможные воспалительные элементы попросту говоря прыщи то есть другими словами вы говорите что масло для кожи вредно и советуете полностью отказаться от него от его использования нет ни в коем случае существует очень ценные для кожи масла которые в разумном количестве и при правильном использовании могут быть ей полезны мы в нашей компании мэджеры создали целую серию которая называется натуральная коллекция вот мы взяли с собой препараты из этой серии сюда в студию чтобы показать и рассказать как растительные масла могут приносить коже пользу для этого их надо наносить в правильное время и правильным образом и вот я думаю что марина немножко расскажет нам как раз моя основная рекомендация это использовать растительные масла не чаще чем один-два раза в неделю перед этим нужно сделать мягкий пилинг или скраб то есть отшелушить мертвые клеточки важно таким образом растительное масло будет питать именно более глубокие слои кожи и действительно принесет нам пользу если мы вернемся к кокосовому маслу то я все-таки пока рекомендую употреблять его в пищу а не наносить на свое лицо потому что в косметологии существует куда более ценные растительные масла если вы обратите внимание большинство косметических фирм практически не используют кокосовое масло в своих формулах наверное они что-то в этом понимают и это неспроста я уже начинаю побаиваться кокосового масла после нашего разговора но я так понимаю что раз вы так вовремя пришли и украсили нашу студию вот этими симпатичными упаковками значит вы рекомендуете все-таки какие-то масла для ухода за кожей знаете я рекомендую брать масла не из своего холодильника обращаться компаниям которые работают непосредственно с кожей мэджер и например мэджер и они знают про растительные масла наверное все а может и больше спасибо марина за такой лесный отзыв ну я действительно немножко расскажу о том какие же растения мы используем для получения полезных для кожи растительных масел и каким образом значит в основе вот этой вот натуральной коллекции лежит 5 растений и из каждого растения мы извлекаем действительно все чем она может быть нам полезно интересно в частности мы извлекаем жирорастворимые полезные активные вещества и на основе одного растения только одного растения, у нас есть масло, такое мономасло. И мы извлекаем все водорастворимые активные вещества и создаем на основе этих веществ серум или эликсир, который предлагаем использовать вместе с маслом, потому что взаимно они друг друга усиливают эти две фракции – водорастворимые и жирорастворимые. Значит, о каких же растениях идет речь? Ну вот, начнем с дальнего конца. Это масло пальмы Асайи, масло производится из косточек этого растения. Это уникальный увлажняющий и антиоксидантный продукт. Мы рекомендуем его использовать для кожи, которая страдает, например, от избыточного количества ультрафиолета, что для Израиля всегда актуально, для кожи ослабленной, обезвоженной, потому что у этих двух препаратов, которые вот в этой коробочке, да, у серума пальмаса и у масла пальмаса очень хорошие увлажняющие свойства. И если использовать, например, их вместе, то есть смешать серум и масло, то мы получим прекрасный дневной увлажняющий крем. Далее. Чудесная облепиха. Ну, все знают про ранозаживляющие свойства облепихи, но у нее есть и масса других полезных свойств, которые базируются на повышенном содержании бета-каротина в этом растении. Я бы хотела еще дополнить. Вот это масло облепихи – это сейчас незаменимый продукт у меня в кабинете, потому что у нас в Израиле началось уже лето, солнце повреждает нашу кожу, а масло облепихи просто богато огромным количеством антиоксидантов. И используя это масло в массаже, в процедуре, мы помогаем нашим клиентам противостоять против этого воздействия солнца и вернуть коже тонус, силы. Айда-блепиха. Айда-блепиха, да. Не менее мощное растение – имбирь. Все знают, как полезно его употреблять внутрь, оказывается, так же полезно и снаружи. Еще в Израиле мы его называем джинджер. Джинджер. Да. Для ослабленной кожи, для кожи зрелой, немолодой, для кожи, которая нуждается в повышении тонуса, эти масла и серумы потрясающе повышают микроциркуляцию, обмен местный кожный и хорошо действуют для укрепления сосудов. Мы еще должны несколько слов буквально сказать про лопух. Тоже очень известное средство, еще наши бабушки привыкли укреплять им корни волос и способствовать лучшему росту волос. Но тоже это растение полезно и для кожи, не только для волос. Например, оно обладает прекрасными антимикробными и противовоспалительными свойствами. Соответственно, используя по отдельности эликсиры масла или их вместе, можно добиться хорошего успокоения раздраженной кожи. И последнее, о чем хотела сказать, последняя наша коллекция маленькая, эликсир и масло, это коллекция облепихия. Ой, простите, череды. Простите, череды. Череды, конечно. Череда. Ну, тут вот Марине слово, она у нас молодая мама. Я как молодая мама дам совет другим мамочкам. Мы все помним, что еще с детства мамы и бабушки нас купали в череде. Это неспроста бабушки, самые лучшие советчики у нас. Когда у меня появился малыш, то этот набор просто постоянно был у нас в доме. Малыши часто склонны к сухости кожи, может обостряться атопический дерматит, поэтому масло мы всегда наносили на кожу после купания. Желательно это делать на влажную кожу. Можно его наносить под подгузник, чтобы не было различных опрелостей, покраснения. Эликсир я вообще использовала вместо влажных салфеток, потому что у них немножко сомнительный состав. На тканевую салфетку мы наносим немножечко эликсира. Получается такая влажная субстанция, и мы протираем попку малыша. Мама довольна, малыш доволен. Спасибо, молодая мама. Я уверен, что те, кто сейчас смотрят нашу программу, наши телезрители, канал Айленд, безусловно, задаются уже вопросом, как и где приобрести вот эти масла, которые вы сейчас предлагаете. И, в общем-то, вы нам подскажите сейчас. Ну, значит, существует сайт нашей компании, который звучит как www.majori.info. И, зайдя на него, вы можете выбрать на русском языке раздел «Форум», где мы с удовольствием ответим на все вопросы, в том числе, где и как приобрести. Это важно. Кроме того, с нами можно связаться по телефону 03-562-6612. И также мы дадим вам информацию о тех косметологах, которым вам удобно было бы прийти, чтобы приобрести наши препараты. Потому что, кроме как у косметологов, они нигде не продаются. Это профессиональная косметика. Ну, и поскольку одним из таких косметологов, который работает с нашими препаратами, является Марина Рубинчик, я предлагаю ей сказать несколько слов о том, как можно связаться с ней. Моя клиника находится в центре Ерешен-Лицона на улице Ротшильд. И, набрав в интернете «Марина Рубинчик», вы найдете страницы контакта моего сайта и страничку в Фейсбуке, где много информации и мой контактный телефон. А на каком языке нужно написать в интернете «Марина Рубинчик»? Я работаю с русскоязычной аудиторией. Я недавно приехала в Израиль на русском. А, окей, хорошо. И, кстати, по поводу сайта и телефона. Там на каком языке отвечают нашим телезрителям? На том языке, на котором им удобно будет с нами разговаривать. В том числе и на русском. Вот скажите мне, если посмотреть лично на меня сейчас, какой бы вы крем предложили мне, скажем так, Ирина? Человек, который уже видел жизнь, знаете, и кожа, которого уже прошла многое, да? Я думаю, что безошибочный вариант – это масло асаи. Это препарат, который даст вам лучшую защиту от солнца с своими антиоксидантными свойствами и увлажнит кожу, что всегда для нее полезно. Вы знаете, вы прям попали в десятку, потому что я к асаи неравнодушен. У меня даже когда-то был браслет из косточек ягод асаи. И все это, видите, привело меня теперь к этим кремам, которые предлагают компанию Мейджери. Ну, я должен сказать, что сегодня очень интересную информацию вы нам преподнесли. Я, честно говоря, даже пересмотрел свои отношения, а, к кокосовому маслу, безусловно, и, б, к этой лечебной косметике, которую вы сегодня представляете. Вы знаете, скажите мне, ну и если мы обращаемся к Марине, то это выглядит как какой-то курс, который нужно пройти, или это просто какие-то рекомендации, которые дадите вместе с кремом для ежедневного использования? Знаете, это зависит от состояния кожи. Если у нас кожа очень сухая, обостряются кожные заболевания в переходный период, например, как атопический дерматит, сибарей и так далее, то это для каждодневного применения курсом. Если у нас кожа в нормальном состоянии, мы смотрим, мы можем использовать это один-два раза в неделю, иногда чаще, иногда реже, по нашему настроению и по нашим потребностям. Лучше это уточнять с косметологами, которые предварительно продиагностируют вашу кожу. Это вызывает уверенность с завтрашним днем, то, что вы говорите. Давайте-ка, Ира, мы еще раз напомним адрес и номер телефона для наших телезрителей, как позвонить, как получить информацию, как связаться. Значит, с нашей компанией можно связаться либо письменно на сайте www.majori.info. Там есть русскоязычный раздел, кому удобно, кому удобнее можно пойти и в раздел на иврите, или на английском языке, и задать нам любой вопрос, который вас интересует, связанный как с уходом за кожей, так и с приобретением наших препаратов. Да, мы говорим о форуме, который строен в сайте. Да, это форум на сайте, раздел форум. И можно позвонить в нашу компанию в офис по телефону 03-562-6612 и получить ответы на все ваши вопросы. Спасибо. Мы сегодня говорили о том, как не испортить кожу маслом. Мы говорили о правилах использования натуральных масел в косметологии. И у нас сегодня в студии были косметолог, координатор, методист учебного центра компании «Менеджерей» Ирина Ганделян. И косметолог, и автор семинаров по правильному уходу за кожей Марина Рубинчик. Я благодарю вас, дорогие гости. А нашим теледзрителям могу только сказать следующее. Experientia est optima magistra, что в переводе с латыни означает «Опыт, лучший учитель». Смотрите программу «Эксперты». Скоро увидимся снова. Субтитры подогнал «Симон»